Режимы мышечного сокращения. Почитать Покровского и Коротко, страница 81-83. Итак, режимы мышечного сокращения одиночное и титаническое. Бывают двух типов, зубчатый тетанус и гладкий тетанус. Одиночное сокращение, фазы. Но вот если, скажем так, мы наносим стимул где-то вот здесь, через некоторое время, через лантентный период наступает вторая фаза, если лантентный период мы считаем первой фазой. Когда напряжение растет или укорочение увеличивается, это вторая фаза, а вот это вот третья фаза, когда мышца расслабляется. Но если вторая фаза не заходит на вторую фазу, ну можно считать, что это какое сокращение? Одиночное, но серийное сокращение. Так вот, если мы берем изометрическое сокращение, рассматриваем изометрическое сокращение, две неподвижные опоры обычно так рисуют, тогда вот нанесен стимул, мы видим лантентный период, потом период напряжения, когда растет напряжение или развиваемая сила, да, и вторая, третья фаза, будем называть третьей фазой расслабления. Если у нас сокращение изотоническое, то есть преодолеваемое напряжение не изменяется, тогда вторая фаза будет из себя представлять уменьшение длины, на степень укорочения длины мышцы, да, а третья фаза, удлинение. Титанические сокращения, 74-93, почитать внимательно. Вообще очень много проблем, поскольку не врачи, не студенты, будущие врачи не умеют складывать кривые, поэтому, честно говоря, в учебниках трудно найти книжку и в интернете, где показано нормально сокращение. Вот смотрите, в частности в учебнике на странице 83 есть такой рисунок, то есть это потенциал действия, то есть стимул, да, который приходит к мышце, и мышца начинает сокращаться, вторая фаза и третья фаза. Но когда мы внимательно рассмотрим, то, в общем-то, нужно корректировать, то есть это вообще случайные такие нарисованные, и, в общем-то, совсем сразу видно две кривые не сложенные, то есть, естественно, если вы показываете сложение двух одиночных сокращений, да, нужно складывать, наверное, одинаковые одиночные сокращения, тут явно не одинаковые. Ну и вот мы посмотрели, откорректировали, да, и получили, что, в общем-то, не вот так вот надо рисовать, ну тут небольшая беда, а вот так вот. А тут главное не то, что картинка не совсем верная, а главное выдаёт себя автор, что он складывать кривые не умеет. Вот. А как надо складывать кривые? Ну, давайте так. Возьмём элементарное такое сокращение, видите, это вторая фаза, третья, вторая, третья фаза. И уже вторая начинает накладываться на что? на третью фазу. И мы получаем так называемый зубчатый тетанус. Правда, тут увеличение амплитуды не видно, да? Ну, если, в общем-то, немножко развернуть эту тему, да, и немножко раньше начинать с большей частотой, тем больше будет частота сокращений. А вот вторая фаза начинает накладывать... Вот смотрите, как мы складываем. У нас, естественно, есть смысл складывать одинаковые одиночные сокращения. Вот у нас здесь ноль прибавился, а уже до этого мышца развила напряжение в одну клеточку, да? Значит, здесь две клеточки к нулю. Ну, в общем-то, только приподнялось вот это. А вот здесь у нас уже следующее сокращение начинает тогда, когда достигнута вершина предыдущего сокращения. И вот мы к трем прибавляем ноль, останется три, а затем к двуму мы прибавляем что? Вот эту двоечку, вот эту амплитуду. И у нас получится тогда что? Скажем, амплитуда общая будет четыре. Потом к одному я прибавляю три, и амплитуда общая получается четыре. К нулю прибавляют два, вот эту двоечку, этого сокращения. Но здесь уже у нас формируется какой-то тетанус гладкий. Итак, давайте почитаем. Если интервалы между нервными импульсами скорочи, чем длительность одиночного сокращения, то возникает явление суперпозиции, наложение механических эффектов мышечного волокна друг на друга. Наблюдается сложная форма сокращения тетанус, не тетанус. Вторая форма тетанус. Зубчатый тетанус возникает, если вторая фаза, запомните это просто надо, каждое следующего сокращения начинается тогда, когда продолжается третья фаза предыдущего сокращения. Сплошной или гладкий тетанус, то есть видите, не зазубренная вершина, а гладкая вершина, возникает, если вторая фаза каждого следующего сокращения начинается тогда, когда продолжается вторая фаза предыдущего сокращения. Ну вот, здесь мы немножко подвинули, да, звучит и тетанус. И что у нас получается? Вот опять складываем вот эти одиночные сокращения в тетанус. 0, плюс 2, плюс 3, плюс 2, плюс 1 и так далее. А вот здесь мы уже складывали, да, и у нас уже увеличилась амплитуда общего сокращения. А вот здесь вот, есть у нас отдельный ролик, мы сложили, да, когда попадает на, ну тут элементарные такие, в общем-то, конечно, чтобы рассматривать эффект, нужно, скажем, более точные модели, да, и более сложные одиночные сокращения, а не так, что это сокращение длится, значит, мы имеем только раз, два, три, четыре точки. Больше точек, больше достоверности будет. Ну вот, я вам покажу, как не надо складывать, да, а вот у нас, значит, мы к двум прибавили 0, начало следующего сокращения, к вот этим 3 прибавили 2, а тут уже, видите, если мы стимулируем каждую клеточку, да, начинает следующий прибавляться, и вот уже на какой, допустим, раз, два, третий момент времени мы имеем 2 от первого сокращения, дальше 3 от второго сокращения одиночного, и еще 2. То есть и в сумме получается у нас сколько, так, здесь мы, да, 2, 3 и 2, 7 клеточек, да. Следующий момент времени мы сложили единичка, складывается от первого сокращения, двойка, то есть вот эта вот часть от второго сокращения, тройка от третьего сокращения, и двойка следующего. Короче говоря, у нас формируется такой гладкий тетанус. Есть ролик, ссылка внизу, который покажет, вот как, в общем-то, мы можем и должны складывать единичные сокращения. Значит, а эта модель осуществлена на компьютере, да, здесь более, больше точек, более точная модель, и мы видим здесь одиночные какие-то серийные сокращения, да, вот здесь начинает формироваться какой-то зубчатый тетанус, но чем больше частота воспринятых символов, да, тем, скажем, больше амплитуда зубчатого тетануса, а вот здесь уже вторая фаза, начиная от третьей фазы следующего сокращения, накладывается на вторую фазу предыдущего, да, и мы видим уже гладкий тетанус. Чем больше частота, тем больше амплитуда. Видите, если совсем часто, да, тогда вот это сложение дает довольно высокий гладкий тетанус. Итак, запомнить надо. При увеличении частоты раздражения мышцы, зубчатый тетанус переходит какой-то в гладкий, амплитуда сокращения растет. Оптимум весимой частоты – это следующий ролик. Вопросы есть?